Ребят, всем привет! На связи Репринцев Александр. Давайте в этом видео быстренько рассмотрим, как можно вывести деньги с AdvoCash. Мы заработали деньги в компании Estrade, выводим прибыль либо бонусы, и возникла необходимость нам, допустим, вывести их на Сбербанк. Итак, мы проходим к нам в AdvoCash. Смотрим тот депозит, который у нас есть. При чем есть разница? В долларах у нас в евро или в рублях. Мы все равно можем вывести их себе на карту достаточно быстро. Воспользуемся мы для этого обменником. Как вы знаете, я рекомендую обменник под названием KASA.CC, либо CC. Очень удобно, очень быстро так и сделаем. То есть, собираем, что мы отдаем. Отдаем AdvoCash в доллар. А что получаем? Ну, я в данном случае хочу Сбербанк. Вот опять же, если у вас Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, либо вы хотите на какую-то другую платежную систему, либо вы хотите купить биткоины, без проблем, выбирайте во втором столбце то, что вы хотите получить. В данном моменте я хочу вывести деньги на карту, поэтому карта. Итак, пишем сумму, какую мы переводим. Поскольку переводы с AdvoCash идут без комиссии, с AdvoCash на AdvoCash, поэтому я могу вывести прям все деньги до цента. Комиссию за это я платить не буду. 127.60. Давайте так и напишем. 127.60. Тут же система считает, сколько в рублях я получу, и сюда уже входит комиссия Сбербанка. Как вы знаете, Сбербанк берет за электронные переводы между пользователями, если они в разных регионах. Поэтому здесь уже комиссия учтена, она составляет 81 рубль. Это не биткоин-система, где мы платим копейки за переводы. Ну, хорошо. Учитывая того, что курс 64.48, да, курс доллара 64 рубля 48 копеек, можем, кстати, зайти на Яндекс и посмотреть, какой у нас курс по ЦБ. По ЦБ у нас курс, как мы видим, 64.92. Ну, в принципе, это очень адекватный курс. Можно сказать, что нам вообще эта транзакция будет стоить копейки. Больше заплатим Сбербанку. Итак, мы указали сумму, видим, сколько мы получим. Теперь в третьем столбце мы указываем те реквизиты, на которые мы хотим получить наши денежки. Сюда я копирую номер карты моей Сбербанка, а сюда я копирую номер моего кошелька, с которого я делаю перевод. То есть номер кошелька в AdvoCash. Чтобы система увидела, что эти деньги пришли от меня. Окей, Ctrl-C, Ctrl-V, вставляем сюда и указываем нашу фамилию. Я указываю свои реальные данные, но я не знаю, возможно, можно туда написать вымышленные, и транзакция все равно пройдет. Ну, мне скрывать нечего, я пишу свои реальные, в случае чего с техподдержкой будет проще общаться. Отлично, итак, мы заполнили на обменнике все, что нам нужно было запомнить, и жмем обменять сейчас. Нам предлагают перейти на форму оплаты. Хорошо. Ребят, всем привет! Добрый вечер! Извиняюсь за задержку. Сегодня, как вы заметили, по сайту день технических неполадок. Ну, не бойтесь, сегодня у нас будет живое общение, не будем смотреть записи. Всем привет! Смотрю, у нас сегодня не так много. Ну, ладно, что делать? Немного, так немного. Сегодня, в принципе, многие из вас уже будут знать те вещи, о которых мы поговорим, но для кого-то это будет прям новостью. Ну, в любом случае, сделаем запись, и это техническая школа, первая, кстати, у нас первая, она упростит уже некоторые технические моменты для новичков. Потому что в нашей сфере, как вы уже заметили, очень много информации, очень много сервисов, через которые мы идем. Точнее, наши деньги идут через многие сервисы, поэтому нужно их рассмотреть. Ну, что, ребят, все здесь, всем привет, давайте плюсики, что ли, поставьте, чтобы вы живые. А то сегодня пятница, наверное, на пятницу не надо, да, вебинары планировать, все хотят погулять, попить пивка в баре, наверное, да? Ну, вместе решим. Скоро мы запустим сервис по голосованию, и некоторые вопросы мы будем с вами решать коллективно, то есть путем голосования. У нас же демократия все-таки, да? Трамп, так Трамп. Не вебинарить по пятницам, так не вебинарить по пятницам. Без проблем договоримся. Ладно, давайте потихоньку начинать. Наверное, все, кто хотел, все пришли. У нас небольшая новость. Появилась альбом, называется «Наши доходы» в нашей группе. Это достаточно полезная вещь, надо было ее уже сделать давно. Этот альбом открыт. Ребят, пожалуйста, когда вы получаете какую-то денежку от компании, то есть ставите на вывод, и она вам приходит на биткоин, на эфир, либо на два кэш, пожалуйста, не поленитесь, сделайте скриншотик и опубликуйте этот скриншотик в этой папке, в этом альбоме, в нашей группе. Он открыт, можете туда постить без проблем. Пожалуйста, делайте это, потому что мы создаем такой хороший фон нашей компании, и это в итоге будет полезно всем. Ну, группу узнаете, кидать не буду. Сегодня были небольшие технические работы на сайте. Немножко моя вина, что-то я не сделал пост об этом заранее, но меня они предупредили как-то особо вовремя, поэтому пока в машине ехал, в пробке пытался написать пост, но вышел немножко позже, некоторые уже успели испугаться. Давайте на будущее. Что бы с сайтом ни происходило, ни в коем случае не пугайтесь, это абсолютно нормально, потому что наш сайт уже, как вы по Алексе можете заметить, попадает в категорию высоко нагруженных систем, учитывая, что ежедневно наш сайт распределяет как процент allocation модуль прибыль между тысячами и тысячами инвесторов, поэтому это сложная такая модель математическая, и, конечно, неполадки могут быть. Женя, ничего особо не случилось, просто сайт какое-то небольшое время не работал. Тут же, как вы видите, у нас есть зеркало, зеркало на домене I.O. Это полноценный наш сайт, там полностью тот же функционал, просто если идет DDoS-атака, либо какие-то работы ведутся технически, то можно воспользоваться запасным доменом, с ним всегда все в порядке. Поэтому запишите себе, этот пост есть в группе, можете себе скопировать в закладке «Запасной домен». Итак, вот так, значит, у нас вот такого вида скриншоты, пожалуйста, отправляйте в группу. То есть видите, как некоторым партнерам приятно жить, когда им приходит там по 100 долларов регулярно от компании. Это чистая прибыль, поэтому делитесь хорошими новостями, как говорится. И теперь такой вопрос. Ребята, а есть такие же ребята, у которых аналитический склад ума, и они очень любят цифры? Ну, точнее, не цифры, а смотреть динамику, смотреть, вот как растет их доход, чтобы вот с циферками возиться. Есть такие ребята? Я просто такой программист, что я обожаю такое копание. Ну, некоторым это не нравится, гуманитариям, да. Но для тех ребят, кто любит цифры и любит держать пульс под контролем, математический, мы разработали такую небольшую программулину. Как она работает? Допустим, сегодня 18 число. Вы заходите к себе в кабинет. Ой, вот этот скриншот, к сожалению, не сделал. Ну, на закладке партнером, да, он находится? Сейчас, секундочку. Кстати, будем сегодня много работать, поэтому подготовьте браузер, будем вместе сегодня делать некоторые вещи. Вот в нашем кабинете, как вы зайдите внутрь кабинета, закладка партнером, и там есть такая графа, называется общая статистика. В чем смысл программы? В одно и то же время, например, по утрам, проснулись, позавтракали, сели за компьютер, открыли вкладочку партнером и записали в циферки, которые там есть, в разделе общая статистика, в столбик. То есть, что мы пишем? Всего партнеров, следующее от всего, активных партнеров, бонус от прибыли, бонус от покупок и оборот структуры. Ну и сколько всего бонусов можете записать. Эти данные мы переносим в табличку. В табличку, вот она идет вверху, видите, там где, ну, по сути, вот она так и идет. То есть, партнеров, активные, прибыль от покупки. На следующий день, когда вы создадите второй такой столбик, у вас начнется расчет. То есть, итоги дня, каждый день вам будут доступны. Вы в любой день сможете посмотреть, сколько вы заработали денег в долларах, в рублях, конкретно от покупки новых портфелей в сети, от пассивной прибыли сети. И таким образом, уделив утром немножечко время, записывая эти цифры в одно и то же время, вы всегда будете видеть такую общую информацию. Также будет считать программка, сколько вы заработали за месяц, сколько к вам новых партнеров пришло, и прибыль общую от покупки портфелей и от пассивного дохода структуры. И внизу есть курс доллара, видите, да, кошечка, туда можете вбивать с Яндекса, например, курс ЦБ, и вам будут в рублях подгружать доход. Давайте соточку, кто любит такие вещи. Соточку в чат, давайте гоните. Некоторым это я знаю, что совершенно не надо, но кому не надо, кому не надо. У кого же доходы уже начали прогрессировать, у кого уже голова начинает болеть, сколько же я вчера заработал, потому что цифр много, за всем не уследишь. Внимание в чат. Вот ссылка на скачивание этой программы. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. Это файл в Excel. То есть все, что вы делаете, находите то число, которое у нас, вот 19-е, да, завтра. То есть как я советую делать? Итоги прошлого дня лучше подводить ночью, потому что, как вы видели, по ночам тоже могут сыпаться деньги, поэтому за, вот, допустим, сегодня 18-е число, его результаты в этот столбец вы вписываете завтра утром, то есть 19-го. Ну, а, соответственно, 19-го вы 20-го утром пишете. Вот так будут у вас справедливые цифры всегда. Ну, окей. Давайте дальше. Обзор кабинета. Я вижу по нашему чату сейчас, что ребята, в принципе, опытные, да, в основном сидят. Давайте решим. Будем быстренько мне сейчас пробежаться по кабинету, какие-то, может быть, фишки показать или все уже наизусть его знают. Давайте, кто хочет посмотреть быстренько обзор, поставим 50, например, 50. А кто все знает, тот пускай поставит 66. Посмотрим, как у нас тут новички и опытные в соотношении. 50, 50, 50. Ну, окей, без проблем. Давайте поработаем вместе. Заходите сейчас к себе на в личный кабинет. Я включаю сейчас демонстрацию экрана и быстренько, бегло мы с вами пробежимся по основным функциям. Их нужно знать. У нас есть прекрасные ребята в команде, вроде Эльнара. Они делают обзоры шикарные. Они есть у них на YouTube-канале. И наша группа скоро пополнится тоже контентом. он все не может дойти до вас. Так, сейчас я включаю демонстрацию своего стола рабочего. Так. День технических неполадок продолжается, да, у нас? Заходите пока в свои кабинеты. Я знаю, что некоторые просто еще не каждый закоулочек знает о кабинетах, поэтому пробежимся по ним. Сейчас, ребят, все погружается как долго плагин, ну вообще день, конечно. есть. В этом случае нет. Я так понимаю, вы еще не видите, да, мой рабочий стол? Черт, а! Субтитры создавал DimaTorzok Ну, расскажите пока, у кого вообще, может быть, возникали какие-то вопросы с кабинетом, кто-то что-то не понял, есть какие-то такие вот вопросы, напишите пока я в чат, пока я тут вожусь с этой штукенцией. О, ура, бинго! Пришлось заново плагин скачать быстренько, но думаю, сейчас вы увидите мой рабочий стол, да? Есть такое? Все, отлично! Я быстренько бегу по функциям, а вы можете рядышком повторять у себя на компьютере. Итак. Собственно, наш личный кабинет. Наш личный кабинет отличается от общего сайта, когда мы авторизуемся, что у нас появляются четыре большие кнопки – аккаунт, портфели, партнерам и история, соответственно. Все достаточно просто. Все достаточно просто. Давайте начнем с аккаунта, с кнопки «Аккаунт». Собственно, здесь все наши основные функции лично нашего кабинета. То есть здесь есть наши кошельки. Вот мы смотрим их «Биткоин», «Эфир» и «Доллары». Это внутренние наши кошельки, на которые приходит прибыль с наших портфелей, если не нажата кнопка «Авторинвест», и на которые приходят наши вознаграждения от построения структуры, от привлечения партнеров. Соответственно, у нас всего три портфеля, три вида депозита, которые могут быть – это «Биткоины», «Эфир» и «Доллары». Если мы заводим в этих же валютах, мы в них создаем портфели, и наши партнеры, когда создают портфели, получаем мы вознаграждение от них тоже именно в этой же самой валюте. И вывести их можно только по тому же каналу. То есть если у вас в «Биткоине» лежат, вы их не можете внутри кабинета поменять, вы можете их только вывести на «Биткоин-кошелек». То же самое и с другими. Очень важная кнопка здесь – «Настройки». Мы нажимаем «Настройки», у нас вылазит окно справа, как вы видите. Что у нас здесь? Пока телефоны на территории СНГ, к сожалению, до сих пор не работают, что, конечно, отвратительно. Компания уже сменила несколько шлюзов, и в ближайшее время все обещают нам сделать. Здесь мы обязательно указываем наши данные. Как только телефоны заработают, я напишу в чат, и привяжите все обязательно свои личные телефоны, и подключите двухфакторную авторизацию. Это очень надежная система, которая не даст украсть ваш кошелек, а такие случаи уже есть. Наши ребята уже пытались своровать кошелек. То есть вот в этом разделе двухфакторная авторизация это можно будет сделать. Здесь, смотрите, самая нижняя кнопка тоже достаточно важная. Это наши лимиты. Лимиты на ввод и вывод средств. Как вы знаете, у нас компания не есть, соответственно, вашему статусу. Вот здесь мы можем посмотреть, сколько нам необходимо подождать, чтобы эти лимиты обновились, и какую сумму мы можем ввести-вывести. Что есть еще? Подписки и оповещения. Ну, это вы все можете сами даже забрать. Меняем пароль мы тоже тут же, если нужно. И платежные реквизиты. Вот здесь внимание, здесь мы указываем номер для получения биткоин-кошелька. Чуть подальше мы посмотрим, как это делать. У эфира номер по-другому немножко работает, он всегда здесь статичный. Вот в биткоине же номера... Ну, ладно, об этом дальше, когда до биткоина дойдем. И, внимание, адвокэш, когда мы указываем здесь, мы не пишем ни номер кошелька долларового, да, который U и набор цифр. Здесь мы пишем именно почту, на которой у нас зарегистрирован адвокэш. Это важно. По-другому вам деньги просто не будут приходить. Вот, поэтому указывайте здесь e-mail. Вот эти галочки, они ни на что не влияют, они просто для красоты, за них не заморачивайтесь. Также, чтобы изменить эти данные, вам нужно, их нельзя просто так взять и изменить. Это сделано для того, чтобы у вас деньги не украли, если доступ к кошельку получат. С этим же, кстати, отчасти связаны и время вывода средств от 3 до 5 дней, чтобы в случае, если это мошенники пытаются сделать, была возможность тоже отреагировать. Но, чтобы сменить эти данные, допустим, вы биткоин-кошелек сменили, вам нужно писать в техподдержку и просить это сделать манипуляцию. Теперь социальные сети. Смотрите, внимание, здесь есть у нас Facebook и Twitter. Что очень желательно сделать? Поскольку Facebook пользуется достаточно мало людей, Twitter вообще уже никто не пользуется, поэтому давайте сделаем вместе со мной. Я беру, копирую свой логин, ссылочку на себя ВКонтакте и вставляем вот сюда, в раздел Facebook, как у меня сейчас сделано. Таким образом, у вас появится возможность, чтобы ваша сеть с вами коммуницировала. То есть люди вышестоящие смогут с вами связаться быстро и ваша первая линия, если вы в холодную трафик гоните, тоже смогут до вас достучаться в случае чего. Ну, тут все понятно. Следующий важный узелок находится справа вверху. Справа вверху находится такой оранжевый, вот видите, я им сейчас играю, трын-трын, трын-трын. Биткоин уже, как видите, начал курс правильно отображаться, потому что он действительно там недавно не так верно показывал данные, у меня же на сердце прихватило. Нет, это после обновления что-то там неправильно было. Собственно, когда мы нажимаем на этот узелок, мы видим текущие биржевые курсы, курсы эфира, курсы биткоина и видим, через сколько минут нам будет производиться начисление денег. То есть в данный момент мы видим, время капает как бы на уменьшение, то есть через полчаса, это 17.00 по Москве обычно, механизмы распределения прибыли начинают работать, то есть каждый инвестор начинает видеть прибыль, которую он за сегодня заработал. Разумеется, этот процесс небыстрый и чем больше инвесторов, тем дольше это будет, поэтому как только время дойдет до нуля, тут будут другие цифры, они будут бежать от нуля процентов до 100 и будет написано начисление прибыли и какая-то сумма. Некоторые путают и говорят, а что такая большая прибыль у нас 85% за день? Нет, ребята, это означает, что на данный момент 85% прибыли уже распределено по инвесторам. Когда дойдет до 100, значит всем инвесторам прибыль начислена. Если вам что-то вдруг не пришло и некоторые кричат, мне сегодня не пришла прибыль, вы откройте этот узелок и посмотрите, скорее всего вы просто находитесь сейчас в меньшем проценте. И также слева тут, как вы видите, есть иконочки соцсетей, то есть Facebook компании, Twitter и самый важный из них это Telegram, это значок самолетика, вот он по центру. Запомните его, когда у вас технические проблемы, лучше пишите в Telegram, потому что в Telegram сети, сейчас за нами закреплен русскоговорящий специалист, мы выпросили, и не стесняйтесь, система в Telegram распределяет, там не один человек сидит, она, разумеется, распределяет между специалистами и исходя из вашего аккаунта российского, вас перекинет на специалиста русскоговорящего, он за нами закреплен, за нашей командой, по крайней мире, да, все, кто вот подо мной, в моей структуре. Не стесняйтесь, пишите прямо по-русски, в чем у вас проблема, вам помогут. Ну, опять же, иногда придется подождать, пока вам ответят, но напоминайте о себе, пишите туда чаще, не стесняйтесь, вам обязательно помогут. Это в Telegram. Так, окей, с важным узелком разобрались. Что у нас тут еще? Калькулятор доходности. Тут все просто, но что вам нужно знать? Вот смотрите, давайте проэкспериментируем, пишем 100 и срок один день. Что он нам показывает? 0,87 доллара. Это означает, что он считает ежедневную доходность в 0,87%. Понимаете? Это адекватные суммы, как вы видите, нам такие деньги начисляются в среднем, но фишка в том, что когда вы указываете дни, он считает именно рабочие дни. То есть, когда вы здесь указываете 30, это не значит, что это календарный месяц. Это примерно, ну, чуть меньше, чем полтора месяца, да, потому что в месяце 21 рабочий день. Поэтому указываете именно, как бы исходя из вот этого понимания. А то некоторые говорят, неправильно считает калькулятор. Нет, он считает правильно, просто он именно рабочие дни. Теперь кнопочку авторинвеста, если вы нажимаете, вы увидите ту динамику, которую дают ваши деньги. Давайте вместе прикинем, допустим, если мы ставим тысячу долларов на, ну, сколько рабочих дней. Ну, вот квартал, да, вот кварталом посчитаем, 75 дней это примерно квартал, ну, на наши русские терминологии. Ну, грубо говоря, за квартал мы умножим в два раза наш депозит. Достаточно неплохо, да. Переходим ниже, кнопочки инвестировать, вывести средства. Ну, тут все просто, да. Здесь мы создаем портфели из них. Здесь же есть ссылочка на официальный обменник, на котором мы можем обменять. Ну, и, соответственно, вывести. Выводит он автоматом на те реквизиты, которые у нас указаны. Минимальный вывод 10 долларов. В среднем за три дня деньги доходят. Ну, чтобы инвестировать, тоже выбираем валюту и пишем сумму. Внимание, ребята, пишем ее обязательно с точкой, с точкой, не с запятой. Бывает иногда глюч. Допустим, ну, 10 биткоинов-то, конечно, много, да. Давайте попробуем вот 100 долларов. Он мне, кстати, говорил про лимиты что-то. Нет, все верно. Смотрите фишку. Я сейчас... Так, сейчас в чат вернусь. Сейчас, ребят, прочитаю вопросы быстренько, а то я же не вижу, что вы пишете. О, Дима, ты активировал, да, номер? Ну, ты же у нас из Беларуси, если не ошибаюсь. Возможно, на вас не распространяется это проклятие шлюза. Да, есть такая возможность через техподдержку привязать телефоны, но... Представляете, если мы сейчас все им начнем писать, они застрелятся. Лучше подождать там, пока они до конца починят. По какому проценту Жень считает? Вот я только что сказал. 0,87 в рабочий день. Это адекватно, это так и есть. Можно Яндекс.Деньги сразу на долларовый счет завести? Абсолютно верно, Юрий. Давайте я сейчас мысль договорю одну и покажу, как это сделать. Андрей, смотри, если ты заводил деньги с Яндекса... Ну, давайте обо всем по порядку, да? Женя, блин, сейчас по очереди, ребят. Сначала Жене Фризину отвечу. Женя, не всегда 0,87, но есть такое понятие, как среднее арифметическое значение. Если взять вот за весь период работы компании, ну или не весь, они считают, может последний месяц, да? И сложат всю доходность и поделят на количество рабочих дней, получится 0,87. Теперь Андрей. Смотрите, мы сейчас пойдем на... Давайте назад нажмем. Вот такая штука, когда появляется, это защита от DDoS-атак. И немножко нужно подождать. Вот мы идем на официальный обменник. Вот он выглядит вот так. Он на английском. В чем его прелесть? Здесь мы можем деньги сразу же завести в портфель. То есть даже не на внутренние счета, они сразу создадут портфель. Смотрите, выбираем Яндекс.Деньги. Здесь выбираем истрейт и USD. То есть, доллары, да? Здесь очень просто работает. Мы указываем, с какого аккаунта в Яндекс.Деньгах мы переводим. И он по очень выгодному нам курсу показывает, сколько мы получим. То есть, допустим, вот если 10 тысяч рублей мы указываем, он с нас возьмет комиссию на целых 0,5%. Всего, да? Это немного. Опять же, Яндекс.Деньги мы можем пополнить через Сбербанк Онлайн моментально и без комиссий. Но в чем минус Яндекс.Денег, если не ошибаюсь, я сейчас уточняю, в сутки можно только 10 тысяч Яндекс.Денег купить, 10 тысяч рублей перевести. Поэтому мы дальше сейчас сегодня разберем, как это сделать более правильно. Но если небольшая сумма и деньги на Яндекс лежат на Сбербанк Онлайн, то да, без проблем можно воспользоваться этой системой. Яндекс.Деньги есть у каждого, у кого есть почта на Яндексе, поэтому без проблем. Теперь смотрите, тут мы обязательно указываем наш логин в компании, чтобы деньги туда были зачислены. И жмем обменять. Вот важно, ребята, эти деньги, они зачисляются по рабочим дням, в рабочее время. И если в течение часа вам они не пришли, не стесняйтесь, пишите в Телеграм и говорите, здравствуйте, мой логин такой-то, я перевел Яндекс.Деньги с такого-то номера. Ну сразу, то есть пишите в техподдержку сразу, грамотно, чтобы все понятно было. А там по делу, по делу коротко, лаконично со всеми данными. Пожалуйста, посмотрите, зачислите, все, вам тут же в ручном режиме это сделают. Окей, да? Теперь по поводу вывода был вопрос. Ребята, выводы всегда, то есть если ввести деньги, у нас есть огромное множество способов, сегодня мы по ним пробежимся, то вывести деньги мы можем только на те реквизиты, которые у нас указаны в настройках, да, где я вам показывал в настройках аккаунта. То есть это наш кошелек криптовалютный, эфир, биткоин, либо наш аккаунт в AdvoCash. Все, других способов вывести деньги нет. Никакой внутрянки в компании, разумеется, нет. Это не какой-то там проектик. Возможности перевести другому пользователю тоже нет. То есть тут только отношения инвестор-компания. Так, возвращаюсь в чат, смотрю новые вопросы. На это ответил, на это ответил. Все, ребят, давайте плюсики, если на данный момент все понятно и пойдем дальше. Быстренько, очень быстренько, динамично побежим дальше. Ну какие числа Фибоначчи получились на экране. Класс, ну все, давайте дальше. Продолжаем с кабинетом. Здесь у нас отображаются наши портфели, их можно посмотреть. И последняя история. Ну это все понятно. Вот внизу, кстати, есть тоже ссылочка на обменник, туда можно перейти. И внизу пошли иконочки соцсетей, в том числе вот наша группа ВКонтакте. Все. Тут все просто, тут разобрали. Вот наша реферальная ссылка с собакой, да, ее можно скопировать. Переходим в портфели. Ну в портфелях тоже все понятно. Единственное, когда начинается новый месяц, многие начинают кричать, у меня пропали портфели. Нет, ребята, никуда не пропали, просто вот здесь месяцы задайте, за которые вам отображение портфеля сделать, и все будет нормально. Отсюда же можно найти портфель по номеру. У каждого портфеля, вот видите, здесь свой номер. И дата, когда он был заведен. По нему видно только последнюю прибыль, которая была, то есть вчера это было 0,72%, да, и сколько начислено. Но вот в общем виде мы видим справа начислено и ту сумму, которая в целом, в целом нашу прибыль. Закладка партнером. Тут уже у нас самое интересное, сюда происходит, тут мы видим, сколько у нас партнеров в структуре, сколько у нас бонусов прибыли, наш статус и тому подобное. Вот здесь есть поиск по логину, то есть у каждого партнера есть логин, мы его можем вычислить по его реферальной ссылке, выглядит как он S, да, 3 буквы и шестизначный номер. То есть без проблем вы можете по, увидели где-то ссылку, допустим, реферального человека, его номер сюда копируете, добавляете S и можете посмотреть, у вас он находится или не у вас. Тут в принципе тоже все понятно, вот лендинги, уже на многих языках они есть, в том числе на русском, да, пока не очень хорошие, мы будем свои разрабатывать. И немножко другой вид реферальной ссылки, то есть там была собака на первой закладке, да, здесь агент написано и наш номер. Можете заучить ваш, как бы, номер компании и без проблем сможете сами всегда вспомнить, написать свою ссылку, то есть на вида вот stray.org, слэш, либо собака номер, либо агент номер. И видно, кто же нас пригласил, да, наш спонсор. Поэтому очень важно, чтобы у вас буквочка F была в Facebook, она горела, но впишите туда просто ссылку на себя ВКонтакте. И когда человек на нее кликнет, он хотя бы с вами пообщаться сможет, если вы не лично его заводили. Ну и в разделе «История» мы видим наши начисления, партнерские бонусы и историю аккаунта, то есть когда входили, IP-адрес которого был вход совершен, и можем посмотреть партнерские бонусы. Но на данный момент они немножко некорректно отображаются, это тоже починят. То есть пока в глубину там проблематично смотреть, ну, минус, 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 это починят. Вот, собственно, вот так выглядит просто кабинет. Вот справа оранжевые значки, это связаться с техподдержкой, если нам нужно. На трубочку нажимаем, мы можем заказать звонок. Пока уже можете, кстати, протестировать. Скоро появится, вот русский язык здесь уже есть, но отдел, колл-центр, в общем, еще формируется, но можете проверить, как это работает, вам позвонит приятный женский голос, сможете пообщаться. А буквочка W, она открывает ссылку на вебинар. Вот, мы обычно в наши чаты и группу дублируем информацию о нашем вебинаре. Ну, через эту кнопку вы можете сходить вон к загоревым, узкоглазым ребятам и попытаться 20 долларов у них выиграть. Такое тоже может быть. Ну, в принципе, все, кабинет очень простой, на русском языке все понятно, давайте плюсики или вопросы по личному кабинету и побежим дальше. Сегодня у нас есть интересная информация, уже дальше. Поделюсь способами, как деньги удобно вводить, выводить и вообще пользоваться криптовалютой. Ну и все, всем понятно, да, все? В чате ничего не вижу. А, да, Ильинар правильно говоришь, что в Яндексе три категории кошельков. Анонимные, да, это нужно с ним еще разобраться, если честно, я в них запутался немножко, потому что раньше были другие лимиты. Сейчас пока так. У кого есть Сбербанк онлайн, очень легко можно верифицировать себя на последний статус, индифицированный, и открыть себе максимальные лимиты, просто отправив со Сбербанка онлайна смс. Ну, это можете посмотреть в Яндекс.Деньгах, да, там эта функция есть. То есть, у кого есть Сбербанк онлайн, можете буквально там за день, за два, по-моему, получить максимальный статус, никуда не ходя, и у вас будут широкие возможности. Игорь, курс эфира, он не то, что падает, это просто рыночная ситуация, понимаете, курс на то и курс, он на месте не стоит, он всегда движется, либо вверх, либо вниз. Бесконечно двигаться он не может в одну сторону, это коррекция, это нормально. На данный момент такая ситуация есть, что биткоин и эфир, они немножко в противовесии находятся, в том плане, что крупные инвесторы, которые инвестируют в криптовалюту, они держат деньги в своей массе в основном, либо в биткоине, либо в эфире. И когда они хотят купить биткоин, они выводят деньги из эфира. Соответственно, биткоин растет, эфир немножко падает. Обратное утверждение тоже верну. То есть, если биткоин начнет падать, эфир может подрасти. Но, опять же, это рынок, это не обязательно так, рынок живет по-своему. Все, давайте пойдем дальше. Возвращаемся сюда. Было это, было. Окей, блокчейн. Давайте, ребята, сделаем следующим образом. Напишите минусы в чат те, у кого нет кошелька на блокчейне, ну, кошелька на биткоине. Давайте, давайте, все не стесняйтесь. Кто до сих пор не завел себе кошелек в биткоинах, пишите. Ну, в основном, вижу, у ребят есть, это правильно. Так, ну, давайте коротко. Вас не так много, но я обязательно сейчас уделю время, чтобы вам подсказать. Останавливаться на этом долго не будем. Итак, внимание в чат. Вот это ссылочка. Ссылочка на регистрацию в себе биткоин кошелька. Мы попадаем, ну, давайте сейчас все перейдем тогда по ней, я пару моментов покажу. Этот сайт называется блокчейн.инфо. Тут очень важно сразу, не путайте со смыслом. То есть блокчейн – это именно система децентрализации, да, вот эта система децентрализованная блокчейн, цепочка блоков. Это тот механизм, на котором основана децентрализация сети биткоина. Этот сайт просто так называется – блокчейн. И некоторые говорят, я храню биткоины на блокчейне. То есть, ну, если по-правильному смотреть, то это какая-то херня звучит. Но многие привыкли, что это самый основной сайт, где люди хранят свои биткоины и открывают кошельки в основном на планете, а не открыты на этом сайте. Он достаточно надежный, он не является таким в прямом смысле посредником, который хранит ваши биткоины. То есть, это достаточно надежно. Все очень просто. Переходите на русский язык, идете в кнопочку кошелек и здесь есть «Создайте бесплатный кошелек биткоин». То есть, самая правая кнопка – создаете кошелек. Очень важно, когда вы будете, сейчас можете этого не делать, сейчас это сделаете после вебинара, сохраняйте обязательно все данные, которые у вас там будут, ваши, обязательно сохраняйте их в отдельный файл, который у вас никто не украдет. Надежно его хранить. Есть очень много полезной информации здесь. Давайте перейдем на сайт блокчейн.инфо и нажмем, например, на рынки. Давайте на рынки нажмем. Здесь мы можем, перейдите только на русский язык, чтобы все понимать. Здесь идут у нас графики рыночной цены. Он подгружает данные с разных бирж, это BTC, это Bitfinex. Как мы сейчас видим, курс текущий – 754 доллара. Неплохо, да? То есть, недавняя коррекция полностью отыграна, курс пошел вверх. Замечательно, очень рад. Теперь перейдем, допустим, на закладку статистика. Тут много технической информации, в принципе, вам это особо не нужно, так для интереса, для самых любопытных можете посмотреть. И в кнопке графики тут уже очень интересно, кто делает презентации какие-то, статьи пишет. Вот, ребят, берите данные отсюда. То есть, здесь и по майнингу, и по стоимости транзакции очень по многому интересному здесь это есть. Ну, а на главной странице, на главной, видите, летят такие зеленые кнопочки с суммами перевода. Это в онлайн-режиме отображаются все транзакции на планете, которые сейчас есть по Биткоину. Если мы напряжемся… А, ну, кстати, смотрите, фишка. У вас сейчас они либо в Биткоинах отображаются, либо в долларах. Есть вот такое. Можно сделать так, чтобы оно отображалось в долларах. Так, где же это? Сейчас скажу. Блин, вылетело вот тут глаз. Ну, в общем, если сделать отображение в долларах, то… Вот, смотрите, 100 Биткоинов. Видели, пролетело только что? В общем, рекомендую иногда залипнуть, посмотреть, какие суммы вообще могут проходить. То есть, ну, посидев, попив чай, вы увидите, как миллионы долларов тут летят только так. Даже там 50 миллионов долларов может пролететь, это вообще легко. Так, давайте я возвращаюсь в чат. Возвращаюсь в чат. Давайте решим, будем, не будем лично вот внутри кабинет блокчейна разбирать. Давайте, наверное, не будем время тратить. Я потом запишу обзор. Ну, для практических нужд. Да? Давайте тогда дальше пойдем. Обязательно, вот, ну, самое важное, что сказать по блокчейну, инфо, сайту, у каждого там должен быть обязательно заведен кошелек. То есть, деньги вы переводите туда, из кабинета. И, чтобы получить этот номер, нужно, там будет кнопка получить. Одна отправить, другая получить. И вот важная фишка. Когда вы нажмете на эту кнопку, он вам сгенерирует ваш номер счета. Этот номер счета вы прописываете уже в настройках личного кабинета. Но этот номер счета, он постоянно меняется. Да, Надежда, абсолютно правильно. Вот хочу это прокомментировать. Смотрите, ядро вашего кошелька, ядро саму, оно всегда одно, оно не меняется. Но номера для получения денег можно генерировать новое. Потому что система биткоина, она полностью прозрачна. Полностью прозрачна. Любой может посмотреть любое. Зная вот этот номер, мы можем пройти и посмотреть, какие деньги вообще на него приходили. То есть, всю его историю. Но мы же не хотим, чтобы все про нас знали все. Поэтому каждый раз, ну не каждый раз, на ваше усмотрение, я очень часто, когда получаю большие суммы, я генерирую новый номер, отдаю его, принимаю деньги, они все равно приходят на мой кошелек, он один. При необходимости можете сделать несколько там кошельков внутри одного аккаунта. Но, если этот человек какой-то узнает этот номер, он по нему спокойненько всегда сможет посмотреть, но увидит только один единственный перевод, а не все переводы за всю жизнь. Ну, понятно, да, о чем речь. Поэтому все старые номера, они работают всю жизнь. Вот важно запомнить, не переживайте, что они перестанут работать. У вас может быть миллион счетов на получение денег. И все эти деньги будут стекаться только в ваш кошелек. Не переживайте, они работают всю жизнь. Если хотите, можете их периодически менять, но какой смысл? Можете всю жизнь только одним номером для получения пользоваться. Все понятно, да? Идем дальше. Следующая криптовалюта, которая у нас есть, это эфир. Чтобы завести себе эфир-кошелек, мы идем вот на этот сайт. My Ether Wallet. Это очень легкий сайт, очень легкий. Все, что нужно, чтобы создать себе кошелек на эфире, это ввести пароль, только очень внимательно вводите, видите, подтверждения нет. И щелкайте создать кошелек. Вам генерируется кошелек, все данные обязательно вы записываете в файлик, который у вас остался от биткоина, когда вы его регистрировали. И туда обязательно его сохраняете. Чтобы потом попасть в ваш кошелек, непосредственно щелкаете следующую кнопку, она называется перевести эфиры, и открываете кошелек по закрытому ключу. Это просто набор символов, строчка, вы ее обязательно должны надежно сохранить. Просто вводите, отпираете кошелек этим цифровым кодом, и попадаете внутрь. Там уже хранятся ваши зефирки, там же есть номер для их получения, там же вы можете их куда-то перевести. Таким образом, да. Опять же, мы видео сделаем на днях подробное, и все у вас будет. Это, вот смотрите, вот блокчейн-инфо, сайт и сайт MyEtherWallet это самые быстрые и легкие способы создать криптовалютные кошельки. И самые надежные на данный момент. Из таких вот простых доступных решений. Вообще же, изначально как было? Представляете, когда мы только занимались криптовалютой, это вообще ужас был. Надо было скачивать полноценную программу, которая начинает к вам на комп, закачивать все транзакции блокчейн-сети, биткоина, либо эфира. И это огромный массив данных, и все это грузится на комп, все это тормозит, в общем, жесть. Сейчас достаточно такими легкими приложениями пользоваться, у вас тут деньги не украдут. Но храните в надежности ваши данные. Думаю, тут все понятно тоже, да? Давайте дальше. Если вопросов нет, то идем дальше. Следующий, мы разберем собственную систему AdvoCache. Ну, тут тоже разбирать даже особо нечего. Кстати, все видеоинструкции, они уже есть у нас в файлике инструкция. Этот файлик есть в группе. Да, 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 Светлана есть, но группу даже подгрузим, вот, если Элинар не против, мы его видео подгрузим в группу. В AdvoCache тоже все просто, это вообще украинские ребята его основали изначально, поэтому проблем с языком там нет. Регистрируйте там себе кошелек. И вот тут важный момент, единственный, что в течение пяти дней, как вы зарегистрировали себе AdvoCache, вы можете заказать себе карту MasterCard всего за пять долларов. Представляете, всего пять долларов и у вас полноценная банковская карта MasterCard, на которую вы без процентов можете выводить все деньги из вашего внутреннего счета AdvoCache. Этой картой ходить везде, расплачиваться, снимать кэш в автомате без проблем. Но если вы пять дней не уложились, потом придется платить 15 долларов уже за эту карту. Но в любом случае это лучше, чем я в Альфа-банке заплатил пару тысяч за карту, это в любом случае лучше. На AdvoCache, как вы помните, нам приходят деньги из кабинета. Это все очень просто, то есть самый минимум партнера активного это должно быть три кошелька, которые мы перечислили. Теперь давайте поговорим немножко об удобствах. Как нам собственно все это лучше делать. Смотрите, кидаю ссылочку, внимание, в чат. Сохраните эту ссылку и по ней зарегистрируйтесь на этот обменник. Он называется Касса и он очень многофункциональный. Как вы видите, он принимает деньги из банков Сбербанка, Альфа-банка, Тинякова, ВТБ и прочие электронные валюты. Это очень удобно. В основном же у людей именно карты этих банков. Правильно? Поэтому регистрируйтесь здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вам система даст небольшую скидку на транзакции, на переводы, на обмены. И чем больше вы будете денег менять, проводить через этот обменник, тем больше у вас будет скидка. Это очень здорово. Смотрите теперь, что мы делаем. Допустим, вы или ваш потенциальный инвестор хотите проинвестировать деньги. Вы быстренько пробежались и зарегистрировали вот эти кошельки и уже их пополняете. То есть либо биткоин, либо эфир вы пополняете через этот обменник и отдаете уже с вашего банка деньги напрямую. Комиссии здесь очень адекватные, мне они вообще нравятся, очень адекватные. То есть выбираете, что даем, выбираем, что получаем и забиваем реквизиты. Также у этого обменника есть реферальная программа небольшая, поэтому можете в ней поучаствовать и своим уже инвесторам кидать ссылочку реферальную за то, что он будет покупать на этом обменнике, вам немножечко придет тоже какая-то копеечка, с вами обменник поделится. Как говорится, без рефералки никуда. Это хорошо, конечно, работает. Теперь смотрите, какая фишка есть еще. Если вам горит, если вам прям хочется прям сейчас завести деньги и вам не хочется заморачиваться либо нет времени с регистрацией кошельков, что вы делаете? внутри личного кабинета нажимаете создать портфель, пишете какую-то сумму, допустим, в биткоинах, вам система генерирует тот номер, на который вам надо перевести деньги. Совершенно без проблем, вы также заходите на этот наш обменник, выбираете, что вы отдаете, какой у вас банк и вписываете уже биткоины, номер для получения уже компании, понимаете? То есть деньги пойдут сразу с вашего банка в обменник, а обменник платит деньги в компанию, компания создает вам инвестиционный портфель. Давайте плюсики, кто понял. Поняли схему? То есть если у вас есть горячий инвестор, который сейчас хочет платиться и вы не хотите заморачиваться с кошельками, делайте так. Сразу платите деньги в компанию, это удобно, это быстро. А уже потом, когда он насобирает прибыль, вы ему регистрируете кошелек, даете все инструкции, там он уже дальше заморачивается. Мы когда были в Москве на выставке, на конференции, у нас люди прямо требовали, все, регистрируй меня прямо сейчас, как платить. И мы придумали такой способ, чтобы сразу это было, и у людей создавались депозиты прямо моментально, на конференции у нас на выставочном стенде. Ну было круто. Вот, таким образом. То есть, зарегистрировать себе кошелек, указать его для вывода в компанию уже никогда не поздно. Ну все, с обменником разобрались, он реально классный, реально классный, у него техподдержка в Телеграме, все вопросы моментально решаются. И опять же, вывод, в начале вебинара я вам показал, пока тянул время, включил свое видео, как выводятся деньги со 2 кэша, опять же, через этот обменник. То есть, выбираем, отдаем адвокэш, получаем Сбербанк, ну, либо какая у вас карта, любая, да, подняться выпускников. И без проблем адвокэш, он без комиссии переводится в обменник, обменник практически по курсу Центробанка, по очень выгодному. Даже уже с комиссией Сбербанка в 1%, вам тут же перечисляют деньги. То есть, минут 5, и у вас деньги на вашей карте. Очень удобно. Все, с этим понятно. Давайте дальше. Если речь идет про большие какие-то суммы, у вас крупный инвестор, то есть уже повод задуматься, чтобы зарегистрировать себя на таком сервисе, как Матби. Это профессиональный обменник, один из лучших. Я вам даю в чат ссылочку, тоже ее сохраните. Это Матби по этой ссылке можете зарегистрироваться. На конференции я познакомился с директором, это девушка очень милая, и действительно они молодцы, они всегда следят, чтобы у них был лучший курс на покупку биткоина. То есть, вы можете внутри этого сервиса хранить свои деньги. То есть, не регистрируйся биткоин-кошелек, можете довериться этому сервису, и ваши биткоины будут лежать там. А вы уже в любой момент сможете их там либо принимать со внешних переводов к себе сразу в сервис, либо выводить. И очень удобно, что здесь все основные банки, которые есть, они тут присутствуют. И суммы перевода очень крупные. То есть, допустим, полмиллиона рублей, без проблем, вам перегонят. То есть, схема какая? Схема какая? Вы пополняете себе счет в рублях, в Матби, очень много способов есть, как это сделать, вон, как видите. Банки можете наличкой, без проблем. Если у вас чемодан денег, без проблем, выбираете способ наличкой, и через Евросеть, либо через банкоматы, ну, в общем, там тьма возможностей. Техподдержка тоже всегда на связи, проконсультируйтесь. Пополняете счет в рублях, даже на огромную сумму, и уже эти деньги меняете на биткоины внутри кабинета. Это делается моментально и реально по самой лучшей цене в РФ. Ну, насколько мне известно, по крайней мере. Вот, сервис заслуживает доверия однозначно. Опять же, когда вы здесь эти операции сделали, можете уже с этого сервиса у вас, допустим, 100 биткоинов, их перевести в компанию без проблем. То есть, здесь функционал кошелька криптовалютного. Вот. Давайте плюсики, если нравится, и пойдем дальше. То есть, если разговор идет про крупные суммы, ребят, крупные суммы, пользуйтесь этим сервисом. Он надежный, он безопасный, и вы не переплатите бешеные комиссии, как на таких обменников, ширпотребных, как на BestChange, да? Нет, там хорошие, конечно, обменники, но я вот пользуюсь всегда либо кассой на такие быстрые, небольшие суммы, если большие суммы, то Mudbit. Окей, там везде, кстати, есть реферальная программа, можете тоже пользоваться. Представляете, если человек по вашей рефералочке обменяет там биткоинов на миллион рублей. классно, да, будет? Об этом пару слов скажу. Давайте последнюю фишку покажу. Мне кажется, что некоторые ее еще не просекли. Давайте опять показываю демонстрацию своего экрана. Смотрите ситуацию. Смотрите ситуацию. а, ну, кстати, может показать вам. Зайдет, не зайдет? Ага, зайдет. Смотрите, вот в блокчейне буквально пару слов скажу. Когда возникают проблемы с транзакциями, вот давайте перейдем куда-нибудь, вы идете слева в закладку транзакции и ищете какую-нибудь, ну, выбираете любую. То есть красные справа это транзакция сделана как бы наружу, то есть деньги выведены зеленые, это деньги наоборот пришли. Вот, вся история здесь сохраняется, разумеется. Ну, вот отправлено, например, да, давайте вот щелкаем вот здесь и видим, что транзакция подтверждена. Ну, транзакция обычно сразу подтверждается. Если на нее щелкнуть, то мы получаем вот такой вот код, вот в адресной строке, видите, это что-то вроде батча, то есть мы в доказательство того, что мы совершили перевод, должны зайти к себе в кабинет, найти эту транзакцию, нажать на нее и вот эту ссылку скопировать. Теперь вот если я вам, например, ее сейчас передаю в чат, смотрите в чат, нажав на эту ссылку, вы попадаете на блокчейн, где подгружается информация, что в сети биткоин была такая транзакция, она совершена и вся информация о ней. Как вы видите, по ней уже 2322 подтверждения, то есть нет такого, это самое прелесть, что переводы не могут быть оспорены. Вот он есть и все. Поэтому если у вас с техподдержкой какие-то косяки или вы с человеком не можете разобраться, где деньги, ищите в транзакциях, смотрите бач и все будет нормально. Еще пару фишек по кабинету. В центр безопасности зайдем, обязательно ребята верифицируйте почту, обязательно создайте резервную фразу подключите мобильный телефон и заблокируйте сеть Тора. То есть это шаги 1, 2, 3. Сделайте обязательно это, особенно сеть Тор заблокируйте, потому что через нее воруют в основном биткоины. И включите двухфакторную авторизацию, допустим, мне нельзя зайти на мой кошелек, пока я не нажму на почте, то есть мне подтверждение на почту приходит, пока я по нему не щелкну, оно на айфон приходит сразу, то есть я просто на экран айфона тыкаю и попадаю уже на компьютере сюда. И в настройках есть такая фишка, как код сопряжения мобильного телефона. То есть когда мы на него нажмем вот здесь код сопряжения, ну да, тут он сейчас не покажет, там появится QR-код, мы устанавливаем на телефон приложение блокчейн, инфо и сканируем камерой этот QR-код. И у нас телефон привязывается к нашему кошельку и в дальнейшем вы можете легко по четырехзначному паролю, не делайте только дату рождения, попасть к себе в биткоин кошелек и очень удобно оплачивать уже с кошелька. К примеру, что удобного. Давайте пойдем в аккаунт и посмотрим. Смотрите, мы допустим создадим инвестировать и 0,3 биткоина создать портфель. Смотрите, он нам подгружает справа номер кошелька, куда нужно перевести деньги. То есть либо мы его тут копируем и через браузер идем в наш кошелек, вставляем, отправляем. Если же мы привязали телефон, то там вообще действует магия. Мы в приложении на айфоне нажимаем кнопочку на QR-код, включается камера, мы подносим ее к этому QR-коду, который нарисован и он автоматически подгружает все данные этого перевода. Нам остается только нажать кнопку отправить и все, деньги уходят. и это удобно. Очень многие сейчас будут сервисы в офлайне даже работать через QR-коды, поэтому носите свой биткоин-кошелек в своем телефоне. Ладно, давайте, последняя фишка это сталкивались ли вы коллеги с такой ситуацией, когда у человека есть биткоины, но он хочет сделать депозит в долларах. Может быть, мало ли у кого-то такое случалось. Я однажды просто увидел, что один из партнеров стал крупную сумму переводить биткоинов в адвокэш и потом адвокэш переводить в кабинет. Это, ребят, не очень удобно. Это же мы комиссию платим. Есть возможность биткоинами создавать сразу, напрямую в компании портфель в долларах. Как это делается? Внимание на экран. Мы идем в кабинет, выбираем доллары, сумму, жмем создать портфель. И помимо адвокэша он нам подгружает еще и другие способы. То есть мы можем не только через адвокэш завести сейчас деньги, а также у нас и пэйр появился в большой комиссии только, и биткоин. Видите? 0.0000 процентов комиссия. То есть в этом случае мы отдадим биткоины по текущему курсу, но зачислятся не сразу в долларах. И портфель сразу будет автоматически создан. Тут же биржа есть Exmo, многие там деньги хранят, но нам не нравятся, там жуткие комиссии на ввод и куча проблем. Ну и перфекты тут же находятся. То есть таким образом. в принципе быстренько пробежались, но не будем сегодня много говорить, поэтому давайте какие у вас есть вопросы и покажу вам еще пару последних вещей. запись, да, запись конечно будет. Ребята, никогда про записи даже не спрашивайте, мы же нормально работаем. Каждый наш вебинар, каждая планерка записывается и запись тут же попадает в группу после того, как она вывелась. Так, ничего ли я не забыл вам сказать? Это сказал, это сказал, файлик дал, окей. Ну, в целом все, напомню, что мы набираем второй поток, сегодня у нас уже будет готовый чат для участников тренинга и закрытая группа. Там сейчас дизайнер довешивает красивые баннеры и начнем вас добавлять уже, кто записался. Попадайте на наше обучение. С обучением, конечно, это будет просто бомба. Даже сам разработчик придет к нам, кто разрабатывал вот этот крутой софт, который все соцсети продвигает за раз. Он будет у нас на обучении и расскажет много интересного. Также ребята подготовили фишки, которых никто не знает сейчас в Рунете, которые работают и очень хорошо. То есть мы будем первые, кто их использует. Ну, а как вы помните, фишка надо той степени, фишка, пока и все не начали пользоваться. То есть те, кто первые, они все плоды пожинают. Смотрите, вот ссылочка на запись, если кто-то вдруг не записался, заполните эту формочку и с вами свяжется менеджер по обучению. Это будет первое занятие у нас уже в понедельник, в понедельник первое занятие, записи, все обучения будут обязательно, то есть если вы не сможете на каких-то присутствовать, они будут. Все соцсети мы разбираем, программное обеспечение, каждую кнопочку разбираем и поддержка в дальнейшем от специалистов она пожизненная, то есть какие вопросы у вас будут возникать, без проблем задаете, вам помогают. Но ближайший месяц, до начала декабря точно это будет такой интенсив. Будем разбирать как в телеграме, знаете сколько через телеграм сейчас можно делать, это же очень фантастика. В перископе тоже пара фишек есть. В общем те кто пройдет обучение с людьми проблем не будет точным. То есть как это выглядит по стоимости там описано в принципе это 1000 рублей стоит непосредственно обучение тренинг. Ну ребят 1000 рублей за все соцсети отдать это конечно бесплатно. И сама программа она стоит порядка 90 долларов но для нас есть промо-код определенные программы будут стоить 70 долларов это 4,5 тысячи примерно по курсу. это разовая оплата и у вас остается мощный комбайн мощный софт на все соцсети на всю жизнь. по-моему это очень сильное предложение. Антон как она называется я не скажу. Ты ее все равно не знаешь это софт не публичный ты его в публичном доступе не найдешь. Это не СМР какой-нибудь ширпотребный главная фишка нашего софта что он разрабатывался для реального бизнеса точнее даже не для частных лиц а для СММ агентств чтобы СММ агентства могли грести бабки беря эти бабки уже с людей за продвижение в реальном бизнесе. Мы их перестроили на нашу нишу на инвестиции в криптовалюте на создание многотысячных сетей структур под нами и наше обучение будет вести тот специалист который уже добился результатов именно больших практических и у него структуры там такие что вообще огромные он с нами этими данными поделится мне это очень многого стоило уговорить но слава богу есть ребята кто первый поток проходили будут допущены бесплатно на занятия им нужно только купить собственно программку за обучение платить не надо собственно все давайте ребят какие вопросы и будем прощаться что ли на сегодня да спасибо что опять вы в пятницу по coins base ребят я им не пользуюсь мне не очень удобно я на днях вам скину обзор по другому мультивалютному кошельку он мне удобнее альмир смотри вопрос да немножко не по теме но без проблем я отвечу вот немножко две разные вещи просто есть юридическая есть юридическая а есть криптовалюты это два разных как бы измерения это нельзя составить юридический договор на криптовалюту такой практики нет в мире вообще сейчас как бы топовые юристы по всему миру думают как вообще связать юридическую область и криптовалюту она не регулирована не регулируется ни одним законодательством ни одним нормативно-правовым актом это все равно что пытаться не знаю ловлю покемонов как-то задекларировать ну это сложно опять же юрисдикций множество наша компания уже там работает в 30 странах да разность и везде разные законодательства то есть как эти договора печатать и кто будет ставить мокрую печать Гонконг то есть бумажный договор с Гонконгом на криптовалюту это как бы шизофренически звучит все что у нас сейчас есть это четкое понимание что приходит платформа Этериум которая просто вытесняет все эти бумажную волокиту и ставит цифровую справедливость на нашу на стражу наших интересов когда компания ведет смарт-контракт мы порвем просто всю планету все бросят все никому не нужны никакие будут бумажки будет работать только механика механика программного кода наторговали пул делится по заданному алгоритму наша партнерская программа там тоже расписана смарт-контракт и все это бомба будет но до этого момента надо еще дожить отвечаю на твой вопрос коротко никаких гарантий юридических и опять же к чему эти гарантии компания даст гарантии ну что она взяла у вас 10 биткоинов к примеру у вас есть такая бумага я просто всегда за правду эта бумага вам ни хрена не даст в том плане что риски на бирже они есть всегда и даже самые официальные самые крупные компании в России либо в мире когда они берут деньги в доверительное управление на бирже они никогда не дают на них гарантии там прям вот крупно так написано либо мелко там всякая компания написано что никакие гарантии на сохранность ваших денег мы вам не даем бла-бла-бла предупреждение о рисках и снятие ответственности то есть это всегда присутствует ладно давайте про оплату за про оплату за обучение смотрите как это будет сегодня все кто записался с ними свяжется менеджер и добавит их первое в чат вконтакте второе в закрытую группу пригласит нашу закрытую группу в чате вконтакте будут данные карты сбербанка на эту карту сбербанка надо отправить тысячу рублей обязательно в примечании указать за кого допустим от Ивана Иванова там сейчас сбербанк опять с ума сходит между физиками переводы гайки закручивают поэтому просто от Ивана Иванова никаких больше данных а то мы рискуем карты наши потерять и после того как вы оплатите вас уже добавляют в группу в группе вся информация все по полочкам ссылка на скачивание софта и софт уже изнутри оплачивается выводите промокод и там множество вариантов как и вот от 70 баксов эти оплатить все после этого вы изучаете информацию в группе и в понедельник добро пожаловать на первое занятие как выводить деньги если заводил с Яндекса Андрей ну очень просто я же это объясню ты заводишь деньги с Яндекса тебе компания автоматически формирует портфель в долларах который начинает работать и приносить прибыль в долларах чтобы его вывести ты указываешь электронную почту адвокэша и тебе приходят деньги во внутренний кошелек адвокэша либо потом ты заказываешь карту мастеркард за 5 баксов и выводишь эти деньги на нее либо как я показывал за 5 минут переводишь эти деньги по выгодному курсу себе на карту Сбербанка ну ребят мы все это говорили вы что прикалываетесь если платить 4 500 надо платить 1000 ой ой как непонятно ой Наталья как непонятно 2 разных платежа 4 500 стоит программа на всю жизнь которая вам даст огромный функционал и завалит вас потенциальными партнерами и инвесторами 1000 рублей стоят услуги тренера который вас будет за ручку вести пошагово показывать какую кнопочку где нажимать и даст всю теоретическую информацию как правильно делать эту работу и главная фишка этого софта что у него нет блокировок то есть это не шерпотребные софт типа СМР и вот блок там никто не получит там волос сырвал и этого тренера хотел взять билет на самолет съездить его к мудохать за это поэтому второй поток у нас стартует там главная тема безопасность и эффективность 1000 рублей это копеечные деньги за такие знания так 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 альмир да ну смотри они же передают деньги именно в криптовалюте ну как мы ее задекларируем то вот в чем вопрос то есть пока понимаешь компания не дает эти договора не потому что она их не хочет давать а потому что это юридически невозможно посмотри есть речь Медведева где он призывает наших юристов на форуме в Питере уже как-то собраться и подумать вообще что делать с криптовалютами вот посмотри просто нет такого решения юридического да с гарантиями Сбербанк можно все верить ребят как 70 баксов оплатить я думаю что можно два кэшем да посмотрим я если честно так занят что-ли пока не а ну да кстати вот Эльнар тоже правильно говорит если смотрите если у вас деньги на Яндекс деньгах тавтология деньги на Яндекс деньгах то у вас есть все возможности вы можете эти Яндекс деньги поменять на биткоины и завести в компанию поменять на эфир и завести в компанию либо напрямую через обменник без комиссий там 0,5% копейки сделать депозит все тысяча рублей только на Сбербанк ну ребята ну да давайте на Сбербанк я запутаюсь просто очень сильно реально запутаюсь давайте на Сбербанк если что опять же ссылку на обменник я давал смотрите вот давайте еще раз закрепим информацию мы же живем в 21 веке и деньги они очень мобильны смотрите вот ссылка опять на кассы обменник если у вас деньги в чем угодно другом без проблем вы выбираете отдаете что-то другое получаете Сбербанк и пишите номер моей карты который я вам укажу и без проблем вот Олег Алекс тоже самое заходите на обменник и обменник у вас там комиссия будет 15 рублей вот как написать коммент напишите в платеже за обучение за кого вы платите то есть там от Ивана Иванова то есть примечание к платежу чтобы я знал кто это оплатил писать пишите Ане пишите Ане потому что я сейчас так загружен что этим не занимаюсь Ребят все спасибо вам большое я очень рад что вы пришли на нашу первую техническую школу это была самая базовая самая основа чтобы ну это та информация которую должен знать каждый следующие школы будут интереснее будут информативнее будут больше про криптовалюту про фишки я вас научу как можно миллионы долларов просто так закрутить завертеть что их никогда никто не найдет и не отследит даже в блокчейне и жалко что ко мне Улюкаев не пришел с этим вопросом я бы ему помог шучу конечно спасибо ребят был рад всех видеть передайте своим новичкам кто не смог посмотреть чтобы они посмотрели запись в принципе вся информация как работать на практике с криптовалютой относительно нашей компании она тут была попозднее кому надо мы разберем детально эфир биткоин все на свете итак спасибо всем рад был всех видеть до новых встреч а когда у нас новые встречи вы помните давайте посмотрим у нас есть канал в телеграме рупор эстрейда в нем мы смотрим что сегодня у нас техническая школа завтра завтра ребят действительно давайте решим завтра рубрика у нас ответы на вопросы в 10 утра по Москве будем ее проводить то есть у вас реально есть вопросы которые прям вот вы хотели бы прям обсудить пообщаться прям плотно подискутировать есть такие вопросы или нет если нет то может завтра отдохнем тогда как вы нет надежды есть ну окей давайте не будем расписание нарушать я вы знаете что я для вас на 100% всегда готов поработать готов помочь каждому из вас поэтому в 10 утра по Москве я в этом же вебинарной комнате кто придет пообщаемся кто не придет ребят без проблем в субботу отдыхайте проведите время с семьей отлично все всем пока до встречи приветствую вас дорогие друзья сегодня в городе Москва 10 ноября 2016 года состоится четвертая блокчейн и миткоин конференция на которой компания Estrade является официальным партнером и то что сегодня будет происходить мы будем рады предоставить вашему вниманию субботу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...